МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо и компания Гомель. У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Не соступать пандемии. Медики Гомельщины протягивают оказывать допомогу хворым на COVID-19. Каля 2,5 млрд поступлений у бюджет сёння подведены выники работы податковых органов Гомельской области за 2020 год. Подарунок до дня студента. Адрамонтованный интернат Гомельского державного медицинского университета почал примать перших жильцов. А зараз об гэтым и іншим больше подробязна. За повышенной вильготности поветра и дожджу у Гомеля отбылось 17 фактов короткого замыкання контактной троллейбусной сетки. У ночи с 23 на 24 студеня гомельщане стали светками успышек и искров на проводах. Як высветилася, причина крылася у несправності спрашковых ізоляторов – конструктивных элементов у троллейбусной линии, які ізолюють контактный провод от подвясного тросу. У нюансах надзвычайных здареньев разбиралися наши корреспонденты. Об причинах и обставинах таких фейерверков стало вядомо только сегодня. Гэта не шкода інших особ. Гэта факт несправності элементов контактной троллейбусной сетки, на які повпливало велигодное надворье. Спочатку морозов, а затем и до жовни, вытримали такие вось ізоляторы. Здесь мы видим пряжковый ізолятор. В данной ситуации на поверхности ізолятора скопилось большое количество влаги. Здесь у нас токоведущая часть контактной сети, здесь не токоведущая. По влаге по поверхности ізолятора произошел электрический пробой. Изолятор пробило электрическим током. В результате чего произошло короткое замыкание. Такие искры и успешки были башты на некольких в улицах областного центра. Виды стали активно обярковывать користальники интернета. Як поведомили у предприємстві ГАР «Электротранспорт», усяго было 17 фактов короткого замыкання. Они произошли на центральных улицах города Гомеля. Это улица Советская, улица Интернациональная, улица Фрунзе и проспект Ленина. Для устранения аварийной ситуации были задействованы две бригады электромонтеров контактной сети. Замыкання контактной сети троллейбуса связаны с неблагоприятными погодными условиями и с качеством применяемых изоляторов на контактной сети троллейбуса. В данный момент мы проводим обследование контактной сети троллейбуса на центральных улицах. Выявляем некачественную изоляцию и будем их менять. Некоторые связались с этими фактами отключения электроэнергии в 18-м и 19-м микрорайонах Гомеля, які отбулись на пяре до дню вечера. С початку жихарышман поверховок позбавились о святла о 17-й године, потом – после 21-й. Аварийная бригада справилась с обновленшими работами у максимально стислый термин. Як поведомили уруп Гомелянерго, за повышенной велиготности пробила изоляцию высоковольного подземного кабеля. Мы приносим извинения нашим потребителям за то, что электроэнергия у них отсутствовала некоторое время. Ну, на жизнеобеспечение города в целом, коммунально-бытовых потребителей, конечно, да, а потребителей жизнеобеспечения в данном месте нет, и они, собственно говоря, не заметили отключения электроэнергии. Дарыши на двор я выпробовываю на трывалась электричная сетка. На завтра по Гомельской области объявлено штормовое попереджение. Синоптики обещают мокрый снег, мятелицу. Узмасление ветру до 15-20 метров за секунду. У особных районах до 23. У Гомеля худкость ветру будет досягать отзнаку 20 метров за секунду. У другой полови дня областный центр накрыет мятелица. МНС попередживает людей выбирать безопасные маршруты руху. Александр Гамоля, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель». Медики Гомельщины протягивают оказывать допомогу хворым на COVID-19. У червоных зонах працуют десятки медиков. Наши корреспонденты наведали областную клиническую больницу. Сегодня в отделении реанимации областной больницы 24 месяца. В разные часы они то были заняты полностью, то выкористовывался только частка ложков. На початку жевня в уголе был период, когда на протягу ты дня в реанимации не было ни одного хворога. Загадчик отделения Сергей Мурашко каже, что когда пациент трапляет сюда своечасово, него можно вылечить. Иншая справа, что до ковидных хворых необходимый особливый подход. Как правило, эти пациенты с повышенной какой-то тревожностью, поскольку, наверное, есть неопределенность и страх в плане исхода заболевания. Поэтому большинство из них требует применения каких-то сидирующих препаратов. Плюс многие пациенты находятся еще на том или ином методе респираторной поддержки, что тоже довольно переносится тяжело. Каждому свой подход. Кого-то можно уговорить, кого-то можно только запугать, кого-то заставить. Водрозни не отпершие хвали коронавирусу сегодня отделение реанимации областной больницы полностью забеспечено усим необходным, надлегка у доиндивидуальных сродков обороны. Иншая справа, что зараз сами медики стали относиться до захворывания больше спокойно. При наведывании червонной зоны я не полностью заховывать усе меры беспеки. Але хваливания у зауластной здоровья стало значно меньше. Известно, когда мы вообще снимем эти комбинезоны, но это уже как обычная работа, как обычная форма. Мы уже точно так же их сейчас одеваем и идем. Страшно было в начале, когда никто ничего не знал, когда ты его одевал первый раз и не знал вообще, как ты будешь в нем находиться, как тебе будет дышать, как вообще твое состояние будет, как ты сможешь в нем работать. Естественно, что в респираторах и в комбинезонах работать сложнее, чем в обычной форме. Сегодня специалисты выявляют в разных краинах света новые мутации коронавирусу. При одночасовой распространенной рекомендации по борьбе с ними. Медики Гомельщины кажут, что в любой ситуации будут протягивать, смагаться за здоровье людей. Врешті, як усякая пандемия, гэта обовязково повинна закончиться. В конце концов, должен коронавирус где-то замутировать и, надеюсь, погибнуть в какой-нибудь эпидемиологической канаве. Олег Синцеров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадио. Компания. Гомель. Подарунок Дня Студента. Адрамонтованный интернат Гомельского Державного Медицинского Университета почал примать перших жильцов. Подрабязности – далее в сюжете. У Рашиста своей двери после капитального ремонта интернат на полтысячи месяцев отшинил литерально напереда Дни Нового года. Заселение обещали почать одразу после сессии. И слово свое стремали. Першие жильцы почали отримливать ключи от своих покоев на минулых выходных. Першокурсницы Гана и Валерия поспехово справились с першими экзаменами. Зараз они могут лечить себе полновартосными студентами. Подарунок до першого профессийного свята – утульный покой. До этого девчины так само разом жили в интернате научной установы. Рада, что попали выйду в местную комнату. Расположение хорошее. Соседки наши тоже, которые были в прошлой общаге, удачно заселили нас вместе. Новое общежитие. Хорошо, что отдельный душ, туалет, как бы на целый блок. Комната красивая. Пятикурсник Аразмырат Нейтлиджанов ранее жил в интернате, який находится на улице Советской. Да это госты малкватеру. За некольки дзен он поспел оценить усе плюсы нового интерната. И это не только комфорт. Ну, так как тут все новое, очень даже комфортно, все красиво, нам нравится жить тут. По поводу, ну, если сравнить с тем общежитиям, то тут как бы ближе к некоторым больницам, в медгородок ехать даже пять минут. А там уже надо было сделать две пересадки. Зараз на балансе медуниверситета пять интернатов. Першопочатково у ГЭТы заселись 350 студентов. Поступово будут заполняться и остальные мессы. Зараз жилевое питание для студентов на некольки годов наперед можно лечить снятым с парадку дня. Такого понятия, как очередь, у нас уже не существует. То есть, если вчера у нас было 350 человек, нуждающихся в общежитии, то сегодня у нас их нет. Это поможет на ближайшее время, но с учетом того, что мы планируем дальше развиваться, и развиваться прежде всего в отношении приглашения иностранных студентов к нам на обучение, а желающие такие есть, то, возможно, в ближайшие годы снова этот вопрос в какой-то степени будет обострен. Но, конечно, уже не в той, как это было раньше. Максим Савин, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня подведены выники работы податковых органов Гомельской области за 2020 год. Так само были позначены все летние задачи. Работа податковой системы напрямую залежит от реального сектора экономики. И требует означать, что Гомельская область у структуры вытворчасти займает третье место после Минска и Минской области. Однако лета сию первую чергу по причине пандемии и, как выник часовой отсутности загруженности на некоторых предприемствах, не отрымалася выконаць покажек по воловым региональным продукте. Не хватило 0,2%. Это в свою чергу отбилось на наполняльности бюджету. Летось его формировали около 355 тысяч физических особ, 19 тысяч юридичных особ, а так само больше, как 30 тысяч индивидуальных предприемников. Их колькость, до речи, повеличилась на 1600 у правонайне с 2019 годом. В уголе у бюджет региона поступило 2,5 миллиарда рублей. Основные крыльницы – подоходный податок, податок на добавленную вартость, податок на прибыток и акцизы. На посаджении коллегии отзначено – все больше з'является, ожидающих скористаться мягчимостью распочать уластную справу без регистрации ИП. Сейчас в регионе 7 тысяч физических особ, которые ожитивляют разные виды деятельности. Прирост склав 400 человек. Так само повеличилась колькость людей, которые сдают жилье. Конечно, мы определим основные задачи, которые стоят перед налоговыми органами на 2021 год. В том числе и те задачи, которые определены в связи с изменениями налогового законодательства. Всем известный транспортный налог. Будем нарабатывать первые месяцы практику для того, чтобы совершенно четко сработать здесь. И никаких необоснованных предъявлений для физических лиц не было. Чтобы сработать, как я говорю, без лишних замечаний и лишних проблем. Выслухать и да помахчи. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, проведе промую телефонную линию. Яна отбудется 27-го студеня у Гомели с 14 до 16-го годин. Звертаться можно по номеру телефона у Гомели 80-232-33-12-37. Больше вариантов проведения вольного часа и месяцев для активного отпочинка в райцентре. С такими пропановами на Усебелорусский народный сход едет Алена Халупова, первый секретарь Жлобинского районного комитета БРСМ. С делегатом Пагутар и Лаханна Коральчук. У громадской организации Алена Халупова працует 8 годов. После Мазырского педагогического университета и она пошла працевать у первичку БРСМ на Белорусском металлургическом заводе. Просдва года узначалила Жлобинский районный комитет. Некольки опошних месяцев у девчонок активно сбирала идеи и пропановые для обмеркования на национальном сходе. На Жлобинщине очень активная молодежь, спортивная, активная, интересная вся. И обращаются с такими больше спортивными, спортивно-активными инициативами. Была инициатива узаконить, сделать доступными катания на горках, которые около Днепра. Для того, чтобы люди могли прийти и законно кататься, спокойно, не бояться ни за себя, ни за детей. Просили гэта зимой и об створении открытых городских катков, что цикава, коля 60% молодых людей у Жлобинским БРСМ – гэта працующая молодь. И для их громадское объединение старается створить больше махчимостей для отпочинку. Гэта турниры, спортивные акции, творчая премия, молодежная сузорье и онлайн-квиз «Мова». Алина Халупова говорит, что удел в национальном сходе дозволит ей послухать инициативы из инших регионов и потом применить их у своей работе. Коллеги говорят, что она годный делегат не на словах, а на справе. Елену я могу охарактеризовать только с положительных сторон. Она уникальный человек, разносторонняя, инициативная, коммуникабельная. Она всегда придет на помощь всем, кто нуждается в решении каких-либо вопросов. Она неравнодушна. Она решает проблемы не только касающиеся нашей молодежи, нашего района, но и общества в целом. Как начальника хочу охарактеризовать ее тоже требовательный, строгий, но справедливый начальник. Как доведаться, какие еще проблемы хваляют Жахарова райцентра, и что треба обмерковать на усебелорусском национальном сходе, мы запытались у самих жлобинчан. Ну, самое главное, чтобы всем было хорошо. И руководству нашему, и нам. Тот, кто хочет работать и жить нормально. Взаимопонимание. Да, именно полное взаимопонимание. И сверху, и снизу. Как-то так. По-другому никак. Конституционные моменты, да. То есть, что делать дальше, как развиваться, по какому вектору идти в стране. Ну, и сам же президент озвучивал очень много моментов, которые будут носиться в плане изменений к конституции и так далее. Хотелось бы, наверное, чтобы как-то более разумно подходили к распределению государственных денег. Потому что, как бы, конкретно примеры проводить не буду, но я считаю, что нецелесообразно на некоторые вещи расходуются, на некоторую категорию граждан. Я считаю, что деньги должны быть заработаны, отработаны и распределены по заслугам. Во-первых, я скажу, что в это собрание нужна избирательная система. Избирать. Не назначать. Это один вопрос. Это первый. Второй вопрос. Я бы сказал, что хотелось бы жить лучше. Вот и все. Ганна Коральчук, Ихар Марышченко, телерадио-компания «Гомель» с Жлобина. Это и атак сама иншая новина. Информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усего вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Очередной случай травматизма на железной дороге зафиксирован в Гомельской области. В нескольких километрах от Буды-Кошелёва под проходящим поездом оказался человек. Утром 24 января около населённого пункта Бушевка пассажирским поездом междугородних линий «Гомель-Минск» травмирован житель деревни Березина 1962 года рождения. Скончался мужчина в областной больнице вечером того же дня. По перегону УЗА Будокошелёвская между двумя главными путями в сторону станции Будокошелёвская следовал гражданин. Гражданин 1962 года рождения состоял на учёте у психиатра. Как он там оказался, уже будут выяснять следственные органы. Со стороны Гомеля следовал поезд «Штадлер» с общением «Гомель-Минск». И машинист, увидев данного гражданина, стал сразу же подавать сигналы большой громкости, применять экстренное торможение. Гражданин, вместо того, чтобы сойти вообще с путей, встал на путь, по которому следовал поезд и продолжил своё движение. Был травмирован поездом, доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался. В предвыходные и выходные дни сотрудники госавтоинспекции выявили 18 водителей, которые управляли транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На территории Гомельской области произошло три серьёзных ДТП, в которых три человека были травмированы и двое погибли. В пятницу в агрогородке Ерёмино примерно в 6 часов вечера 40-летний водитель на «Форт Мондео» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил права на преимущественный проезд к грузовому автомобилю «ГАЗ», в результате чего совершил с ним столкновение. Водитель автомобиля «Форт Мондео» погиб на месте ДТП. На следующий день в Светлогорске около полуночи 43-летний житель Гомеля, управляя автомобилем «Тойота РАВ-4» на улице 50 лет Октября, совершил наезд на женщину. Водитель «Тойоты» при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не предоставил преимущества движению пешеходу. Он совершил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Установлено, что погибшей является местная жительница, пенсионерка 1939 года рождения. Сотрудники районного отдела Следственного комитета во взаимодействии с экспертами изучают обстоятельства ДТП. В Калинковическом районе при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия понадобилась помощь спасателей. В минувшее воскресенье в службу спасения поступило сообщение об аварии около деревни Тидов. В одном из автомобилей оказался зажат пассажир. В результате столкновения автомобили «Опель Вектора» и «Пежо 405» получили механические повреждения. В результате столкновения в автомобиле «Пежо 405» оказалась зажата пассажирка 60-го года рождения. Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента женщина была деблокирована и передана работникам скорой медицинской помощи. С предварительными диагнозами травмы различной степени тяжести женщина была госпитализирована в учреждении здравоохранения Калинковическая районная центральная больница. Водителям и еще одному пассажиру помощь спасателей не понадобилась. С ушибами и переломами пострадавшие были доставлены в больницу. Также в Калинковическом районе в эти выходные произошел пожар. При попытке самостоятельного тушения пенсионер получил ожоги. Он госпитализирован. Рано утром в субботу спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Хобное. Хозяин до прибытия подразделения МЧС самостоятельно покинул помещение и позже обратился за помощью к работникам скорой медицинской помощи. С ожогами 1, 2 и 3 степени, головы, спины, грудной клетки и обеих стоп он был госпитализирован. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество в доме. Причина ЧП устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем. Светлогорские патрульные милиционеры вытолкали автомобиль из сугроба. Сотрудники взвода патрульно-постовой службы милиции Светлогорского РОВД, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на автомобиль, который не мог справиться с выездом из сугроба. Милиционеры предложили водителю свою помощь. После того, как машину удалось вытолкать, мужчина поблагодарил правоохранителей и продолжил движение. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель провел работу над ошибками и обыграл в экстралигии чемпионата Беларуси по хоккею юность. На ее льду. После пятничного поражения от Менчан со счетом 0-4 подопечные Сергея Стасия смогли взять реванш. В концовке первого тайма Бойко и Нестеров организовали контратаку, которую точным броском завершил последний. На старте второго периода Нестеров выступил уже в роли ассистента. Игрок пасом нашел перед воротами Ревенко, который не промахнулся. Спустя минуту Антонов мощным броском сократил отставание столичной дружины. В оставшееся время рыси выстояли и оформили победу 2-1. Гомель в турнирной таблице на третьем месте, юность на втором. Лидирует Шахтер. В чемпионате страны по мини-футболу стартовал второй круг. В 12-м туре ВРЗ и БЧ опраздновали победы. ЦКК проиграл. Вагоностроители на домашнем паркете разгромили лиду 9-2. Четыре гола на счету Осиновского. Хитриком отметился Клочко. ЦКК в матче с Минска мог рассчитывать на зачетные баллы. Светлогорцев подвела дисциплина. Минчане дважды забили с 10-метровой отметки, наказав хозяев за перебор фолов и победили 6-5. С таким же счетом завершилось и противостояние в Гродно между УВД «Динамо» и БЧ. Победили железнодорожники. В лидирующем квартете без изменений. Первый ВТН. ВРЗ на втором месте. Далее расположилась столица. БЧ на четвертой строке. ЦКК на девятой. Гомель и Мозырская Славия не смогли выявить победителя. Товарищеский поединок проходил в Гомельском крытом футбольном манеже. Первыми забили зелено-белые. Быструю атаку на 38-й минуте завершил точным ударом Артем Васьков. Мозыряне отыгрались на 83-й минуте. Лео вынудил гомельского голкипера капитулировать. 30 января Гомель на выезде играет с минским «Динамо». У Славии на этот день запланированы два матча. С речицким спутником и гомельским локомотивом. В Гомеле состоялась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Состязали спортсмены в возрасте 15 лет и моложе. В общем, в зачете Гомельская область заняла четвертое место. Победили Брещане. Выше всех из представителей нашего региона поднялась команда «Гацор» по легкой атлетике. Четвертая позиция. В личных состязаниях победителями стали Ксения Цыганок, Игорь Евтушенко, Артем Пинчук, Тимофей Змушко и Георгий Манеев. Также в активе спортсменов из Гомельской области 8 серебряных и 8 бронзовых наград. В спартакиаде принимали участие 24 детские спортшколы со всей страны. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова